Итак, каким же образом вернуться в режим и довести дело до конца, если мы хотим разнообразить процесс или сделать его более интересным, особенно если ваша работа очень монотонная и вот, ну, казалось бы, вообще никак и эту работу нельзя изменить, имеется ввиду улучшить, сделать более интересной. Буквально всего пять рекомендаций, очень простые и вы сможете их внедрить. Первое. Рейтинг. Соревнуйтесь с самим собой. Николай уже говорил о том, что необходимо при формировании привычки определить минимальную планку. Определяете минимальную планку, а дальше ваша задача стремиться каждый раз эту планку преодолевать, даже не преодолевать, а, как это сказать-то по-русски, в общем, сделать больше, чем вы планировали. Таким образом вы ежедневно сможете соревноваться с самим собой, по чуть-чуть повышая планку и постепенно тот уровень нагрузки, который вы изначально определили, он будет для вас уже комфортным, потому что зона комфорта имеет свойство расширяться. Второй пункт. Награды. Однозначно нужно поощрять себя за достижения. Таким образом мы формируем нужную причинно-следственную связь у нас в голове. То, что достижение – это хорошо, мы получаем что-то приятное, в этот момент начинают вырабатываться гормоны удовольствия. А наш мозг, он очень падок до этих гормонов, он просто будет постоянно к ним стремиться. И постепенно вы сформируете вот эту причинно-следственную связь, нейронную новую связь. И в какой-то момент даже пропадет необходимость награждать себя за достижения. Будет достаточно просто делать что-то сверх. Ну, третий пункт. Трекеры. Визуализируйте свой прогресс. Так вам будет проще не сорваться, не сойти с дистанции, потому что, повторюсь, для нашего мозга очень важно видеть результат работы. Особенно если мы говорим про интеллектуальную деятельность, которая потребляет очень много ресурса нашей префронтальной коры, нашего головного мозга. Мозг вообще, в принципе, не очень любит расходовать ресурсы на нецелевые действия, потому что для него обучение, изучение чего-то, формирование новых нейронных связей, которые не связаны с выживанием или продолжением рода – это для него что-то бессмысленное. Вот, поэтому, когда мы визуализируем наш прогресс, мы тем самым демонстрируем нашему мозгу, что нет, на самом деле мы имеем результат, и вот он какой большой, и не так много осталось до конца, до финишной прямой. Еще один пункт – социальная значимость. Вы можете за счет своей привычки принести пользу не только себе, но и окружающим, например, ну или тому миру, в котором вы живете. Таким образом, вы можете определить для себя, что когда вы запомните 500 слов, например, иностранных, вы пойдете в парк и посадите дерево, или сделаете какое-то другое благое, приятное, хорошее дело. И это тоже будет подстегивать вас идти вперед и добиваться поставленных целей. Ну и пятый пункт – игровой сюжет. Представьте, что вы не просто изучаете иностранный язык, а, например, вы супершпион, который готовится к секретной командировке в другую страну, поэтому вам нужно очень быстро изучить иностранный язык. Или придумайте какой-то свой сюжет. Если вы играете в компьютерные игры, можете взять за основу сюжет этих игр или возьмите сюжет какой-нибудь книги. На самом деле, игра, она, вот если даже посмотреть на животных, котята, щенки, они же все играют. Более того, дети еще в детсадовском возрасте очень много играют и через игру учатся взаимодействовать с миром, учатся, примеряют на себя разные роли. И взрослые люди тоже любят играть, просто не всегда есть возможность, и некоторые очень скептично к этому, правда, относятся. Часть игровых элементов у нас реализована в наших курсах. В частности, тренинг «Любой иностранный за месяц» – там у нас есть трекеры. Я даю рекомендации, каким образом сделать процесс изучения языка более динамичным и интересным. Про детский курс «Учись учиться» – так он вообще полностью построен на элементах и графикации, потому что в таком формате изучать что-то новое в разы интереснее.